Вопросы Я очень приветствую Вопросы, потому что в нем, во-первых, раскрывается определенный познавательный интерес, во-вторых, раскрываются особенности мышления любого человека, который его формулирует, ну и в-третьих, дает возможность, в общем-то, уже быть вовлеченным в определенный диалог, даже если он и имеет такое вот заочное свойство. Очень много в рефлексиях было отмечено, было отмечено, выделены те позиции, которые мы с вами рассматривали в самом начале предыдущего семинара, как некую такую методологическую затравку, оболочку. И я бы, наверное, выделил несколько таких вот пунктов, которые сквозили в вопросах, в рефлексиях, отчасти я дал на них ответ, если это были вопросы. Но, тем не менее, вот, позволю себе еще несколько таких слов, комментариев сделать по части того, что, дескать, а нужна ли нам какая-то вот преамбула вообще в заданиях, нужна ли нам какая-то мотивационная составляющая. Ведь в БГУ, например, приходят все дети мотивированные, они приходят уже изначально ориентированные на получение знаний. И, может быть, не нужно вот сводить какой-то процесс обучения к некой такой развлекательной форме. Ну, я бы, например, не стал вообще говорить, что в данном случае речь идет о развлекательной форме. И занятное задание, которое увлекает порой нас, взрослых людей, и заставляет нас, в общем-то, отложить какие-то другие дела и сфокусировать свое внимание на выполнении технических деятельностей, это уже, наверное, хорошо. С другой стороны, и в БГУ, в любой другой вуз приходят разные, разно мотивированные студенты, абсолютно. Мотивация и уровень подготовки – это не совсем и не всегда коррекляющая вещь. В-третьих, даже если есть самый мотивированный студент к изучению, но если он, скажем так, воспринимает информацию по старинке, именно его учебная деятельность основная сводится к определенной такой репродуктивной деятельности, усвоить, разложить, интериализировать, разложить все по голочкам, потом ответить, то такой студент больше теряет, теряет время, чем приобретает. Почему? Потому что его определенное личностное, организационно-деятельностное, тем более креативное качество личности, они дремлют, они находятся за закрытыми такими створками, и этим створкам нет, они не позволяют ему вот свои все качества творца проявиться в учебном процессе. И спрашивается, откуда у нас очень много, на самом деле, красных дипломников, если брать, среднее общее образование выпускников с золотой медалью, с различного рода достижениями. Однако это признают и современные специалисты, что это не отражает уровень, во-первых, мотивации, раз, а во-вторых, такой типичный отличник, иногда очень большой антагонист-креативщик. И причина не в том, что плохой студент, а в том, что его просто не научили, стали целью задавать вопросы, начиная там со средней школы, а потом уже и в ВУЗе. Это вот что касается некоторых таких моментов, ответа на типичные вопросы. Сегодня у нас семинар будет связан с разработкой уже занятия, занятия юристического типа. Я считаю, что первое занятие, первый семинар, это семинар, который, в общем-то, был таким основополагающим и с точки зрения методологии и выполнения очень сложного задания, авторитетного задания. Многие, кстати, в рефлексиях это отмечали. И вот в некоторых рефлексиях как раз-таки это отражается. Главный результат – это осознание того, что на привычную форму работы можно и нужно посмотреть совсем с другого ракурса. В данном случае я бы это выделил с другого ракурса, с другой стороны. Если мы будем и студентам учить на вещи, привычные смотреть с другой стороны, это и будет основным аргументом считать, что мы развиваем творческое мышление. Тут, наверное, плохо все-таки. Развернуть можно или нет? Получится ли так? Какой-то системы какой-то, и оно в черный экран. Да. Ну, либо перезагрузить. Ну, коллеги, все вещи, которые... Если несколько минут подождать, перегрузить, тогда, в принципе, заработает. Я думаю, что давайте мы не будем несколько минут ждать. Я сюда поместил на слайд те рефлексии, которые попали и в выпуск. Информационный выпуск и выпуск по анализу выполненных работ участников. Поэтому я думаю, что эта информация новинка. А некоторые вещи я просто прокомментирую. Очень важна, и это отмечают в рефлексиях, как раз-таки, вот польза группового формата, совместной работы над заданиями в самих группах. Почему? Потому что кроме эмоционального компонента есть глубокий содержатель. И вообще, например, с точки зрения социальной психологии, американские исследователи, например, отметили, что групповое обсуждение тех или иных проблем, как правило, дает гораздо более глубокие, более точные продукты, нежели сумма индивидуальных результатов работы каждого участника. То есть вот эта групповая общность, она имеет абсолютно нелинейный характер на выходе, по отношению к сумме линейных характеров. Ну вот, как результат, семинар не оставил равнодушных. Работа в группе пока началась быстро и активно. Идеи для разработки открытых заданий фонтанировали одна за другой. Время пролетело незаметно. То есть разная очередь, и преподаватели вуза, и преподаватели лицея, кто прислал свои разработки, хотелось бы рассказать, что тут было больше. Но, тем не менее, вот отмечают другие. Отмечают одни и те же такие, скажем, выпуплости, о которых я чуть раньше уже сказал. Главный результат — понимание необходимости расширения арсенала средств обучения студентам. Я считаю, что очень лаконичное, глубокое определение, емкое очень. Почему? Потому что, когда мы все преподаватели, когда мы считаем, что вот у нас есть определенный рецепт, как должно быть, а за этим рецептом мы не видим других рецептов, студенты это очень четко понимают и ощущают, и в результате мы где-то проходим мимо того, на что следовал бы дать. То есть мы упускаем из них другие возможности. Преодолеть трудности помог метод выхода из зоны комфорта, который позволил взглянуть на привычный материал с другой стороны. Кстати, я вот тоже здесь чуть-чуть коснулся этого пункта. Что такое зона комфорта? Зона комфорта — это та зона, в которую все больше и больше стремится на наш постинформационный мир. И чем больше легкости на пути, тем все больше и больше преград на общение человека с самим собой и с другими людьми. А это означает, что и студент сегодня, он хочет все больше и больше легкого, все больше и больше наблюдечки. А зачем напрягаться, если я могу найти что-то, могу получить? Я не буду тратить на это свое время. Ну и иногда смотришь рекламные в метро лозунги и слоганы, «Живи в кайф» и прочие вещи. Вот они как раз таки и являются своего рода визитной карточкой желания и чаяния сегодня студента. А очень многие авторские методики, они основаны на преодолении сложности. И случайно в 70-х годах прошлого века знаменитое проблемное обучение, оно как раз таки появилось, исходя из необходимости преодолевать эти сложности. Поэтому главный результат — это действительно положенное начало. И вот сегодня как раз таки мы познакомимся с тем, что может из себя представлять, как один из вариантов решения проблемной диригуализации обучения студента. Каковы главные критерии, наверное, сегодня современного занятия? Если мы вектор обучения направляем не на студента, давая ему готовое содержание обучения, которое нужно усвоить и потом продемонстрировать, так называемый информационный подход к образованию, а как раз таки, когда мы предоставляем возможность студенту самостоятельно осваивать объекты окружающей действительности в той форме, которую задает заранее учитель или преподаватель. И вот совокупность образовательных продуктов, об этом мы говорили на прошлом семинаре, это своего рода та траектория, которую можно назвать индивидуальной, образовательной траекторией. Почему? Потому что это не только внешне материализованные продукты, сформулированные эссе, составленные алгоритмы, какие-то рассуждения студента, цепочка доказательств, созданная им своя, скажем, система там чего-либо. Каждый предмет имеет свою специфику. Но это еще и те изменения, которые произошли благодаря вот такой вот активной позиции студента, благодаря его созидательной деятельности. Потому что студент выступал творцом своего содержания образования в данном случае. И в этом плане мы можем говорить, что есть содержание образования внешнее или внутреннее. Внешнее это заранее готовые стандарты, учебные программы, которые отражают достижения человечества в рамках каждой конкретной темы и дисциплины. А внутреннее содержание, это как студент это внешнее содержание видит исходя из своих особенностей. Внешнее не всегда совпадает с внутренним. При информационном подходе, чем больше соответствия внутреннему, внешнему, тем выше оценка. Но это, еще раз повторю, закрывает определенные стволы креатива. Если студент мыслит иначе, чем ему подается в готовом таком рафинированном виде, это скорее вопреки, а не благодаря системе обучения. Поэтому в данном случае как раз таки вот критерии современного занятия это индивидуализация, которая проявляется в самореализации по отношению к объектам окружающего мира. Это занятие, открытие нового. Открытие не с точки зрения достижения человечества самого студента. Тот маленький инсайт, который для него занимает объемы вселенной, имеет гораздо большее значение, чем выученные, правильно известные какие-то внешние сведения. Это занятие создания образовательной продукции. И мы можем сделать вывод, что и первое, и второе, и третье, они, естественно, корреливают друг с другом. Почему? Потому что невозможно сегодня самореализоваться без того, чтобы не сделать открытие. А в свою очередь, что будет являться результатом открытия образовательных продуктов. Это развитие компетентности, потому что компетентность это не просто сумма совокупности, вот именно внешне заданного содержания образования, это еще и определенные личностные качества, это определенные виды деятельности, усвоенные по отношению к объектам действительности. И личностное отношение студентов к этим. Это вот здесь мы как раз и затрагиваем вопрос и воспитания. Как же их взять и соединить? Механически можно, я уже приводил такой каламбур в прошлый раз в качестве примера. Давайте введем предмет воспитания. Воспитание в школе, предмет воспитания, я не знаю, в семье, еще где-то. Будет ли это способствовать на выходе появления воспитанного человека? Если створки закрыты у студента, если он сам не прошел через свой собственный учебный опыт, не наполнил объекты воспитания своим содержанием, у меня о такой воспитанности говорить не будет, наверное, правильно. Конформизм, да. Внешне, внутренне, но не воспитание. Конечно же, это занятие коммуникацией, очных, дистантовых. Причем коммуникации коммуникациям рози. Подобно тому, как, наверное, любой нож сегодня может быть поспорьем быту, так и орудием преступления. Точно так же и коммуникация. Они могут играть как в развитии студента, так и, наоборот, закрывать этот самый процесс развития. Если, например, будут способствовать предоставлению всего этого ухода для студента и будут его вытеснять из процесса образования. Это предметное занятие. Вообще, есть хорошо уже устоявшиеся в общем-то термины межпредметность, метапредметность, межпредметность. Это фактически очень хорошая попытка объединить разные предметы во время одного занятия. Например, биофизика, да. Есть преподаватель биологии, есть преподаватель физики, который объясняет транспорт веществ, скажем, ионов через клеточную мембрану, основываясь на законах диффузии, то есть активный, пассивный транспорт. Но метапредметное занятие, это занятие, которое концентрируется вокруг так называемых узловых сущностей, первооснов бытия. И таковыми первосущностями могут, например, выступать понятия таблицы, если брать конкретные объекты, молекулы, воздух, вода. То есть то, что изучается и в истории, и в физике, и в биологии. Это некие корни, вокруг которых дальше концентрируется представление об окружающем мире. И, конечно же, это занятие социального учета, учета того, кто я есть среди других людей. Какова моя позиция относительно того, как меня оценивают другие люди. Один из фундаментальных таких, скажем, компонентов, потому что, начиная, я уже об этом тоже, кажется, говорил, начиная с доходного времени, человек строит свое поведение, опираясь на поведение других людей. Позиция, когда я в центре Вселенной, она свойственна ребенку определенного возраста, об этом хорошо в спорте, мы знаем, и это все изучено многократно. А вот взять и составить представление о том, что, оказывается, мое мнение не является единственным направлением, а мой одногруппник имеет возможность посмотреть на объект своими глазами. Вот это дорогого стоит. И просто так, усвоением какой-либо методической информации такое понимание не придет. Это надо прожить в собственной образовательной деятельности. Надо вот эти створки, которые закрывают то, что есть внутри у студентов, открыть. А для того, чтобы открыть, надо вектор направить от него, а не на него заранее готовым содержанием образования. Привожу такой пример. Когда вот есть преподаватели, академическая группа, там 25 человек студентов. Преподаватель дает правильную информацию. Вот нужно так, так и так. Вот закон там такой-то, вот такие закономерности, такие-то правила. Все студенты прилежно пишут, что является пропуском, да, успешной сдачи зачета или экзамена на соответствие сказанного тому, что было заранее преподнесено. И далее преподаватель пытается организовать коммуникацию. Вот у меня всегда вызывает искренне неподдельно интересно, как эту коммуникацию организовать. Когда на выходе, в идеале, у каждого студента будут одинаковые ответы. Мы, может, дали одинаковую информацию. Все, да? Оставим за скопки, что все студенты разные. У них разная совершенно культурно-историческая, психофизиологическая особенность. Они, предположим, ее просто усвоили. Что будет являться мотивацией к учебному общению? Вся многотысячелетняя практика жизни человека показывает, что мотивация возникает, там есть разнородность. В смыслах разнородность, в целях разнородность, в позициях. Тогда есть, скажем так, вовлеченность в том, чтобы создавать что-то новое. Когда мы имеем дело с однородными позициями, а что обсуждать? Ну, ответили студенты. Если преподаватель ставит новую какую-то задачу, это уже новая задача. Но принципиально мотивации к обсуждению в том, что заранее известно, нет. Намертная мотивация. Поэтому коммуникации, наверное, искусственные, полуискусственные могут иметь место в учебном процессе при вот таком информационном подходе. Но еще раз повторю, степень эффективности, ну, они, наверное, выполняют какую-то определенную цель. Да, конечно, студент что-то, возможно, приобретает. Но КПД, он оставляет желать лучшего. И совсем как другое дело, когда все-таки студент пытается доказать, отстоять свою позицию, прокомментировать, выступить рецензентом, оппонентом позиции любого другого, скажем, своего одногруппника, и мы решаем целый, огромный класс других вопросов с точки зрения подготовки специалистов. Мало того, что степень погружения в тему будет гораздо иной, чем простое усвоение материала. Известно, то, что сделано самому, самостоятельно, это не идет в сравнение с полученным от других людей. А во-вторых, еще студент учится смотреть с разных сторон на то, что он сделал. Я, например, практикую всегда задания типа выступи оппонентом любого другого, скажем, студента по той или иной теме. Это может быть в Дистанте, это может быть в Фейсбуке, это может быть ВКонтакте, это может быть очень выводить, в зависимости от сложности, обороны и подготовленности. Но принципиально, выскажи, например, свои слабые позиции, выступи как бы автооппонент. Свои слабые позиции и свои сильные позиции в своей же работе. И вот это вот начинает поначалу вводить просто вновь ступор. А дайте нам что-нибудь легкое, мы ответим обязательно. А чтоб я оценивал то, что я сам сделал, ну это уже за пределами возможности. Это значит выйти из себя и посмотреть на свою работу со стороны. Нужно это или нет, например, для будущего юриста, для будущего юриста, для будущего переводчика. Думаю, каждый делает его сам. Что из себя представляет первый из таких вот технологических этапов дидактической юристики? Существует три основных этапа. Мы о них чуть-чуть говорили на прошлом семинаре. И первый этап эллистической деятельности заключается в том, что преподаватель дает возможность исследовать объект реальности, а не изучить информацию о нем из книжек. И результатом исследования этой реальности будет создание студентам субъективного и, очень часто говорят, первичного образовательного продукта. Что из себя представляет область реальности? Это то, что, в общем-то, может войти в концентрированном виде, в стандарт, в учебную, соответственно, программу. Ну и мы можем видеть, что к реальным объектам могут относиться природные объекты, объекты культуры, технические устройства, то есть какие-то ситуации, которые имеют место вокруг нас в реальной жизни. И под исследование вот этой области реальности преподаватель может выбрать, например, то же самое открытое задание. То, чем мы занимались на прошлом семинаре. Соответственно, и отвечая дальше на вопросы, которые были у участников семинара, может ли одно задание в себе аккумулировать несколько методов эллистических? Ну, я ответил, в общем-то, в таком послесловии, что задание открытое, оно базируется только на одном методе. Другое дело, что заданий может быть много. Каждый выбирает его, исходя из поставленных целей. То, что хорошо в средней школе, может быть очень плохо в вузовской практике. Есть психологические особенности, есть дидактические особенности учебной деятельности. И они отличаются. Но есть некоторые варианты, то, что и там, и там имеют абсолютно одинаковые закономерности. И в конечном итоге направлено на одинаковый результат. Следующий второй этап. Создал студент, например, исследовал свойства вещества. Кто-то столько сделал, кто-то столько сделал, кто-то вообще ничего не сделал. Ну, вот, неинтересно. Но это его субъективно-образовательный продукт. Дальше этот субъективно-образовательный продукт. Таким образом, по логике вещей должен быть соотнесен с неким аналогом. Когда мы что-то делаем, мы хотим посмотреть, а как же это сделанное отражается в мнении других людей. Как это отражается, например, с позиции темы в культурно-историческом зеркале. Или так называемом культурно-историческом аналоге. Если фундаментальный объект – это область действительности, то культурно-исторический аналог – это область как раз-таки достижений человечества. Это принципиально иной вариант. Это вторая рука, условно говоря. Мы не можем просто взять и игнорировать ту огромную сумму знаний, которые накопило человечество за всю историю существования. И абсолютно этого делать и не надо. Но что подается первым людям? Первым людям подается чужое? Или ориентация на то, чтобы студент создавал свое? В данном случае дилектической юристики – это отличие от многих других систем. Заключает обучение в том, что ориентация идет на изучение области действительности и результат заранее неизвестен. Каждый участник образовательного процесса, студент, ученик, в зависимости от ступени, смотрит на свое глазами вот этого культурно-исторического наследия. Точнее, наоборот, смотрит на культурно-историческое наследие своими глазами. После того, как он уже что-то сделал сам. И естественно, что логичным тогда третий будет этап – это получение обобщенного образовательного продукта. Когда первичный продукт субъективный корректируется, анализируется с позиции истории науки, культуры, как видят его результаты одногруппники, насколько, скажем, отличается его продукт, продукт студента, от продукта любого другого человека. И вот здесь вот как раз-таки генерируется один из вообще фундаментальных принципов, принципов такого вот, ну, диалогичного, что ли, взгляда на природу человека. Смысл в том, наверное, вот можно выразить известными достаточно словами, что мы можем познать себя настолько, насколько мы узнаем, кем мы не являемся. То есть это принцип фундаментальной ксенологии науки о чужом. Вот если мы узнаем, кем мы не являемся, а это значит, посмотрим на себя со стороны, как когда-то Сократ говорил, вот тогда мы о себе будем знать все. Или, как говорил классик даосизма Чуанзи, выйти за свои пределы, это значит оставить себя, забыть. А забыть себя, это значит обвести на некую предметную министику. И понятно, что обобщенный образовательный продукт будет в себя включать не только внешнюю оболочку, то, что по предмету проверяется, анализируется, препарируется, оценивается, но еще и неизбежное личное образовательное превращение обучающегося, знания, опыта, потому что, ну, второй классик немецкой политической школы философский говорил, что мы можем познать только те вещи, которые мы сделали сами, но и как. Поэтому в данном случае, вот, внешние и внутренние стороны продукта это тот уникальный продукт, который свойственен каждому конкретному учащемуся. И тогда мы посмотрим на это немножко с другой стороны, на процесс организации учебной деятельности. 25 студентов академическая группа, один фундаментальный образовательный объект, 25 разных образовательных продуктов на выходе. Не одинаковых, заранее ориентированных на готовую, правильную информацию, а 25 продуктов, которые разнородны, которые составляют основу для общения, для мотивации, для сравнивания взгляда на себя глазами других людей. И студент оценивает уже, по сути дела, не столько даже созданный им продукт, сколько оценивает себя, свои качества, свои возможности. Это принципиальная, собственно говоря, такая вот позиция. И в результате мы получаем знания о своем незнании. Знания студента о своем незнании. Вот это вот отличие от того, что есть в развивающем обучении, в проблемном обучении, в ряде авторских методик обучающих. То есть преподаватель действует в ситуации неопределенности. Продукт может быть у студента любой. Он должен быть готов на это, естественно. Ну вот по поводу смыслов и значимости. Ведь даже на теорему Пифагора можно объяснить другим языком, а на аксиомах посмотреть с другой стороны. И пусть содержание их не меняется, но их смысл и значимость для нас могут меняться. То есть могут ли, отвечая на вопрос, законы классические Ньютона, Менделя, какие-нибудь, скажем, уже известные постулаты каждой науки предостаточно, могут ли они как-то быть по-другому переоткрыты. Внешняя оболочка их никак не может быть переоткрыта, потому что это достижение человечества. Но студент приходит своим результатом за счет вот такой своей юристической деятельности. При этом развиваются основные его качества личности, которые можно условно разбить на три группы. Первая – это познавательная, то есть когнитивная, это умение глубоко проникнуть внутрь изучаемой темы, это условно креативные, то есть показывающие степень отклонения от некоего шаблона и то, что будет составлять в будущем критерии оценки. Третья – это организационно-деятельностная, вот XYZ условно, это трехмерное пространство, да? Организационно-деятельностная – это способность ставить цели, выбирать оптимальные формы методов для изучения чего-либо, способность анализировать, рефлексировать. Вот, может быть, более такой простой, понятный пример. Все мы проходили через, скажем, лабораторные работы, там, по физике, по химии, и как, в общем-то, выстроена экспериментальная деятельность на таких, естественно, научных предметах. Ну, понятно, задается тема, цель. Цель одна, ученики или студенты все разные. Дальше идет ход работы, двоеточие, и потом написано первое, второе, третье, четвертое. То есть студент должен нажать на такую-то кнопочку, получить такой-то результат, и в конце ему предлагается сделать вывод. Ну, и всегда вывод – это часто предмет шуток, потому что, ну что, выводе написать, когда у всех на выходе знаковые результаты. Ну, понравилось, счастлив, что сделала работу, еще хочется или не хочется. Давайте представим себе другую, немножко последовательность, обратную, для выполнения лабораторной работы. Тема работы, цель, кстати, цель другая уже будет. Это не только подтверждение, скажем, на ходе эксперимента определенных теоретических каких-то постулатов, а в данном случае целью будет являться создание условий для того, чтобы для развития исследовательских, экспериментальных качеств личности студента, для того, чтобы он пришел к своему результату. Это не значит, что его результат будет, в общем-то, итоговым, финальным. Но он должен на своем опыте, в общем-то, проникнуть вглубь темы, если говорить вот очень упрощенно. И тогда преподаватель дает набор инструментов, приборы. Вот тебе, пожалуйста, до знакомства с темой. Например, нужно изучить особенности, изучить закон постоянного тока. Вот, пожалуйста, приборы. Вот тебе ситуация, которую ты должен, скажем, там исследовать. Пожалуйста, состав свою последовательность действий. Приди к определенным результатам. А потом фаза, естественно, демонстрация, обсуждение, сравнение. Фаза с тем, как это есть вообще в истории науки данной конкретной области. И вот тогда выводы будут у каждого разные. Равно, как и результаты разные. Поэтому и типы юристических занятий, они условно могут быть разбиты на несколько типов. Почему я говорю условно? Потому что на самом деле здесь нету такой жесткой догмы. Я говорил о когнитивности, о креативности, о деятельности. Но совершенно очевидно, что речь идет и о коммуникативности, как некой такой вот стержневой идее того или иного занятия. То есть можно сделать все занятие, например, в виде занятия диалога. Когда процесс приобретения новых знаний, каждому студенту, каждому учащемуся, будет именно в диалоге с преподавателем. В плане исследовательской, скажем, деятельности, не в ситуации чтения книжки. Собственно говоря, знаменитая перипатетическая школа Аристотеля, она как раз таки была и основана на школе диалога. Сегодня очень многие, я знаю, крайне мере, крупные восточные центры образовательные, особенно если брать азиатские, дальневосточные культуры, то там речь идет просто-напросто о том, что формой итогового занятия, в смысле формой итоговой успеваемости выступает умение либо доказать, либо не доказать то или иное утверждение. Ты просто можешь дальше не пройти, если ты не сможешь это доказать. Никого не интересует, как ты на тесты отвечаешь, ты докажи ту задачу, которую ставит преподаватель. Это имеет, опять-таки, глубокие культурные основы. Какие примеры занятий когнитивного типа? Занятие наблюдением, занятие экспериментом, занятие постановки проблем и их решения, занятие конструирования понятий, теорий. Ну, мы с вами говорили о методах. В основе каждого занятия может быть положен тот или иной метод эвристический, например, метод мозгового шкума, метод морфологического ящика, метод фактов. Но когнитивные, они имеют четкую смысловую ориентацию на познание именно нового. Занятие креативного типа, занятие составления решения задач, знаменитая теория решения изобретательских задач от Шулера, кстати, один из эвристических таких креативных методов обучения. Занятие диалог, занятие парадокс, занятие открытии, деловые игры. Ну, арсенал очень большой, я думаю, что каждый из присутствующих в той или иной мере в своей практике пользовался хотя бы элементами того или иного перечня занятий. Занятие деятельностного типа. Вот здесь я чуть-чуть постановлюсь поподробнее, потому что на самом деле иногда возникают вопросы, как это занятие целеполагания. Мы тут тему должны изучить. Надо дать объем, а потом проверить, а как это вообще можно через постановку целей чему-то научить. А на самом деле это очень эффективный такой деятельностный момент, когда мы студенту предлагаем отделить знание от своего незнания. Что такое целеполагание? Это отделение знания от незнания. Вот я знаю кто-то, отсюда мои цели, такие-то и такие-то. Существуют алгоритмы для того, чтобы, конкретно целеполагание, для того, чтобы, в общем-то, проанализировать свой имеющийся опыт, знания по предыдущим темам и четко поставить какие-то для себя цели. А цели могут быть и профессиональные, и учебные, и личностные, креативные, потому что это интересно. Например, нередко студенты в качестве целей на занятиях по психологии, скажем, обозначают, что я хочу научиться такому или какому-то методу, освоить этот метод, потому что я хочу, чтобы мой ребенок, у меня, я с ребенком находила общество, где находили общество. Цель личностная, хотя она может являться и профессиональной. Очень сильное, очень сильное занятие, когда студент оценивает другого студента. В моей практике был такой случай, когда нужно было заменить экстремного преподавателя, и две группы сошлись в одном месте. Много людей. Я подумал, ну а что тут делать уже, как-то надо выходить из окружения. Согласны или нет? Мы проведем вполне нормальное занятие, но ваши роли будут такими-то. Одна группа будет условно глупой экспертов, другая группа испытуемых, потом роли поменяются, тема какая-то, от стандарта мы не обходим, но принципиально и мы в виде деятельности. Я, честно говоря, это придумал, ну что называется, на ходу, не надеясь на какой-то результат. Студенты потом помнили, через год и через два это занятие. Не потому, что оно показалось не каким-то развлекательным, кстати, они отметили, что это очень сложно было, просто сложно, это третий курс. Никогда не думал или не думал, что мне придется выступать в роли преподавателя, а для этого надо же ему как-то соответствовать, и все серьезно. В общем-то, получилось сложно, получилось интересно, получилось глубоко. Поэтому такие методы, методы рефлексии, взаимооценки, занятия консультацией, это на самом деле очень, ну такие, очень сильно преобразующие методы, сильно действующие, я бы сказал. Занятия коммуникативного типа. Бинарное занятие, занятия рецентирования, занятия вермиссаж, выставка, конференция. Кстати, обычная учебная конференция, которая, в общем-то, часто является неотъемлемой составляющей нашей жизни, она может иметь первичные этапы подготовки на обычных практических занятиях. И если мы хотим, чтобы студент умел рассуждать, анализировать, доказывать, опровергать, участвовать в дискуссии, а не просто быть приемщиком информации на приемном заседании, то, конечно, надо для этого выстраивать определенные занятия. Ну и вот цели полагания. Какими могут быть цели? Вообще цель, если в целом сказать, это вход на фабрику образовательного продукта любого обучающегося. Очень часто по цели мы понимаем не то, что нужно, стереотипно. И поэтому формулировка цели, она должна производиться в той форме, которая будет четко допускать возможность ее проверить. Например, иногда студент пишет, себе формулирует цель. Сдать зачет? Замечательная цель. Потому что она может быть проверена. Сдал зачет или не сдал зачет. Или, например, цель. Освоить тот или иной метод. Тоже можно проверить, освоил метод на конкретных результатах диагностических, либо не освоил метод. А цель, которую часто мы слышим, видим в качестве, например, формировать у студента историческое мышление, честно говоря, вызывает очень большой вопрос, является ли это целью. Направлением? Да. Каким-то лозунгом? Наверное, да. Можно ли сформировать мышление и как это проверить? А вот цель, например, занятия конкретного разработать собственной версии происхождения того или иного исторического события, к примеру, наверное, может являться целью. Потому что мы можем проверить. Версия одна, версия вторая, версия третья. По специально заранее изученному алгоритму. Вот два разных, в общем-то, примера, может быть, информационного подхода к организации занятия. Цель, на примере жизненно необходимых элементов, там, кальция, магния, калия, натрия, это примеры, здесь, естественно, научной дисциплины. Доказать учащимся необходимость бережного отношения к своей внутренней среде, к составу своего организма. Это взято все из практики. Доказать учащимся вот то-то, то-то, то-то. То есть, что мы фактически имеем? Мы имеем целью взять и внешне заданное содержание обучения по конкретной теме перенести механически в голову студента. То есть, ну, каждый из нас, наверное, понимает, что да, надо бережно относиться к своей внутренней среде. Для этого надо такие-то какие-то соблюдать мероприятия, здоровый образ жизни и прочее, прочее. Как проверить степень, докажешь или не докажешь? Или на примере исследования другой подход к целеполаганию, на примере исследования необходимых для организма человека, дальше все идет по тексту, предоставить учащемуся возможность сделать собственный вывод относительно необходимости бережного отношения. Вывод, он проверяемый. Вот, есть вывод один, есть вывод второй или нет вывода. Я почему так подробно говорю? Вроде бы вещи понятные. И мы все люди взрослые, не один раз наверняка и формулировали цели, но цель это как название корабля или статьи. Оно очень много чего отражает. И если мы изначально, вот, практикуя такие вещи, будем формулировать репродуктивные цели, а потом опираться на какие-то одинаковые творческие, там, исследовательские формы деятельности, мы получим противоречие между изначальной заданностью и содержанием. И это уже очень плохая будет история, потому что в данном случае будет, ну, так сказать, конфликт непонимания внутренней у того же студента, зачем мне это все делать будет. Ну, вот, перечень целей обучающегося, личностные цели, например, осмысление целей образования, приобретение веры в себя, в свои потенциальные возможности, реализация конкретных индивидуальных способностей. Я не говорю, что в таких формулировках студент формулирует цели, это для взрослой. Предметные цели, формирование положительного отношения к изучаемому предмету, знания основных понятий, явлений закона, входящих в изучаемую тему, выработка умений пользоваться простейшими приборами, например, решение цеповых или творческих задач по теме. А вот уже креативная цель, это то, что связано с созданием чего-либо, составление сборника задач, сочинение сессонно-мощного там трактата, конструирование технической модели, рисование картинок. Вот каждая из цепленок, свой арсенал имеет смысл в цели и содержании. Аркдеятельностные цели, обладение навыками самоорганизации учебной деятельности, умение ставить перед собой цель, планировать деятельность, развитие навыков работы в группе, освоение техники ведения дискуссии. То есть очень часто это то, что остается за скопами учебного процесса, потому что если студент ставится в цель приемщика информации, он не участвует в тех видах деятельности, относительно которых мы сейчас говорим. Тогда их нет смысла и оценивать. А зачем оценивать? Как студент умеет задавать вопросы? Насколько студент грамотно поставил свою цель? Насколько он произвел грамотную рефлексию, анализ того, что он выполнил? Он должен освоить отсюда и до сих, что называется, и точку. Цели учителя, какими могут быть? Индивидуализация деятельности каждого обучающегося на занятии, создание возможности для творческой реализации, развитие компетентности тех или иных по различного рода, скажем, предметам. Вот способы организации целеполагания. Очень часто как вовлечь у студентов постановку целей? Самый простой способ дать перечень из 5-6 целей, чтобы он взял, как в анкете, поставил плашки, да, и для себя определил. Возможно, на начальных этапах это тоже может иметь место. Но очень часто цель хороша, например, когда она именно изначально ориентирована на то, чтобы студент сопоставил вот на ладони, что называется, здесь и сейчас, то, что он знает, и то, что он не знает. Отсюда обязательно будет вектор в сторону преодоления незнания. Например, задайте там 5 вопросов к какому-то объекту, к высказыванию, выражению, и в этих вопросах попробуйте отразить свое незнание. Замечательное правило, которое заставляет думать, и просто так вот эту часть сложного задания, учебного, не будет. Представление темы в образном виде, трансформация одного вида мышления в другое вида мышления, рефлексия, когда мы анализируем что-либо после уже совершенного действия. Наши цели меняются. Кстати, первый семинар это тоже показало. Постановка вопросов самому себе, сравнение собственных вопросов в начале занятия, его в конце. То есть вот определенные вещи, которые позволяют нам, если мы вовлечены в деятельность, ее скорректировать. Мы начинаем, естественно, с цели. Вот пример организации цели и полагания. Напишите письмо самому себе, отвечая на примерный перечень вопросов. К окончанию занятия я, то есть какие цели я ставлю, для того, чтобы как-то его пройти. В плане физического совершенствования, для интеллектуального развития, развиваясь по своей способности я. Это опять-таки взято из материалов практик преподавателя. Приближая свою мечту, я должен в отношении с людьми, в работе над характером, я буду стараться развиться, избавиться, ну и многие другие вопросы. Способов задания целей может быть достаточно много. Каждый из нас, зная специфику предмета, аудитория может этим воспользоваться. Вот целеполагания с помощью вопросов. Задайте не менее пяти вопросов в цитате. А дальше идет алгоритмичность. Прежде чем задать вопрос, необходимо отделить знания от незнания. Запомните таблицу. В одном столбце вы укажите известные вам данные, в другом то, что вы не знаете. А после заполнения таблицы отразите с помощью семи-восьми вопросов свое незнание. И ключи, которые могут являться определенным подспорьем. Например, что? Ключевой вопрос первой группы. Как? Почему? Ну, отражает определенную, скажем, методологию познания. Об этом чуть позже. Фабрика ученических продуктов. После целеполагания, естественно, ключевым элементом организации проведения занятий является создание преподавателем такой, так говоря, не такой, а так называемой юристической образовательной ситуации. И этот цикл заключается в мотивации, проблематизации, лишний раз где-то заострить внимание на тех основных видах деятельности, на занятия, которые будут идти. Ну, целеполагание, я сказал, в начале, как правило, оно в начале и выносится. Можно целеполагание сделать и внутри ситуации, ее расширить до объема занятия. Личное решение проблемы, показать студенту, где оно может быть решено. Дальше демонстрация образовательных продуктов, когда есть, так сказать, пройденные три этапа технологические, завершающиеся обобщенным образовательным продуктом. Естественно, есть необходимость сравнить, что сделали одногруппники, как это выйдет преподаватель. То есть, вот, обязательный компонент, это такая групповая работа на занятии. Я уже говорил, что она имеет вполне под собой такие, ну, связаемые, много раз научно доказанные вещи. Ну и рефлексия результата. Если так более подробно, этапы юристической образовательной ситуации, она вот может быть представлена в таком виде. Образовательная напряженность, то есть, задающая деятельность, спусковой крючок к рефлексической деятельности, уточнение объекта, конкретизация задания. Ну, это уже какие-то дидактические штуки, что называется. Ну и вот, например, демонстрация сравнения образовательной продукции студента. Вот есть очень хорошая фраза, что, скажем, представление индивида о том, как его оценивают другие, существенно влияет на его я-концепцию личности, так называемую. Чарльз Куле, 1902 год, теория языкального отражения. Известная теория социализации личности. Если мы это переведем на конкретный пример учебной деятельности, то мы получим примерно такой вариант, что представление ученика о том, каков его образовательный продукт, зависит от того, как этот образовательный продукт оценивают другие его, скажем, одногруппники, однокурсники. То есть мы видим свой продукт глазами других людей. И вот в этом есть обобщенность с новым продуктом. Поэтому вот пример заданий. Выступите рецензентом любой понравившейся вам работы одногруппника. Приведите за и против высказанной точки зрения. Выступите организатором обсуждения полученных продуктов других учащихся. Для этого сформулируется собственное проблемное вопрос. Суждение. Вариативность может быть самой разной здесь, но смысл в том, что каждый из участников подобного процесса выступает в двух ролях. Организатор обсуждений и участник обсуждений. Организатор обсуждения может выносить новые вопросы, формулировать новые темы, быть дирижером дискуссии, а участвовать это отвечать на вопросы, задавать свои вопросы, то есть несколько иная роль. Как правило, в рамках занятия может быть оценена и роль организатора, и роль участника. Если, например, это занятие дискуссии, или занятие дел. Рефлексия. Обращение назад в своей деятельности, осознание способов ее выполнения, возникших проблем и противоречий, анализ действий по их разрешению. Очень сложное на самом деле занятие, потому что рефлексия, это не просто так вот, где-то там понравилось, не понравилось. Это эмоциональная оценка, суждение. А рефлексия, это уже то, что имеет своей целью анализ. То есть, имеет отношение к теоретическому мышлению. Ну, вот классическая рефлексия. Какие были ваши цели перед занятием и насколько их удалось реализовать? До и после. Перечислить те трудности, с которыми вы столкнулись при изучении темы раздела, при ответе на открытое задание. Каким образом вы преодолевали трудности? За счет чего? Какой главный результат для вас лично при изучении темы? Чему вы научились лучше всего? А почему вы хуже всего научились? Что вам удалось больше всего при изучении темы и почему? Опишите динамику ваших чувств к настроению, при изучении темы. Кстати, хочу особо обратить внимание вот на этот пункт, потому что он имеет прямое отношение к опыту эмоционально-ценностного отношения к действительности, который, к сожалению, очень часто и не диагностируем, и остается вообще за бортом оценивания учебной деятельности. Хоть это один из четырех ключевых таких опытов деятельности человека, из которого состоит социально-адаптированный опыт. Если опыт познавательной деятельности, опыт умения действовать по образцу достаточно легко транслировать, то как раз-таки опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения транслировать невозможно, его нужно вырабатывать изнутри. В этом очень многие проблемы воспитания сегодня. Мы транслируем и при этом закрываем вот эти створки, о которых я говорил в самом начале семинара. Но может быть, например, рефлексия дневных открытий. Это уже форма. Суть примерно та же. В зависимости от первых курсов, третий, выпускной, четвертый, это уже несколько иная картина. Диагностика образовательных результатов. Тоже были вопросы у участников первого семинара, как оценить открытое задание, как, например, вот здесь, скажем, выставить какую-то оценку студенту, ведь речь идет немножко о другом, да, не о том, что он должен ответить по заранее известному какому-то шаблону, который задает преподаватель, а он создает что-то свое. А как это свое оценить? Это же отличается от каких-то каналов. Но, естественно, что существует два таких подхода не только к образованию человека, но и к обучению, воспитанию, соответственно, критериям оценивания. Один из них, традиционный, это оценить степень соответствия того, что было дано, тому, что прозвучало в ответе. А второй, наоборот, проверяется не степень достижения внешних заданных результатов, а творческое отклонение от них. И оценка каждого элемента образовательного продукта обучающихся может быть количественной, качественной, в смысле, вербальной или невербальной. То есть это так называемый германинфтический подход к оцениванию в учебном процессе. И все больше и больше мы, кстати, сегодня настанулируем об этом. Потому что как только в жизнь вторгается технологически обезличенный такой компонент, например, тест, ну как оценить личностное отношение ребенка к тому или иному историческому событию. Если он должен ответить на вопрос, в каком году произошло там то-то, в каких джинсах Д'Артаньян там дрался на плейли, ну и так далее, и тому подобное. Это очень сложно. По количеству творческих элементов, по степени оригинальности элементов, по относительной новизне для самого студента или его одногруппника, по емкости лаконичности созданного образа определения, по практической значимости, теоретической значимости результата. И, например, уровень развития обучающихся личностных качеств, это у нас за сколько, естественно, стандартов сегодня стоит, за исключением некоторых, может быть, дисциплин, профессиональных, определяется на основе сравнения результатов и диагностики в начале и процессе местных. Критерии оценивания. Ну вот некоторые критерии, которые могут просто, это, скажем, средняя температура по больнице, она не может быть тиражирована в натуральную величину, но дает некое представление, как можно вообще руководствоваться таким алгоритмом. В баллах, например, репродуктивная цель, познавательная, исследовательская цель, планирование деятельности обучающегося, нет плана, план такой простой или план более сложный. Можно дисципальную систему использовать и, как правило, уровень четверки-пятерки это репродуктивный уровень распроизводства, ну, скажем, обычного такого вот материала, не имеющего каких-то оригинальностей, всплесков, не имеющие новизны. 6, это если появляются уже, например, какие-то новые элементы, но студент не может их объяснить. Ну, появились и появились. 7-8, если появляется большее количество элементов, то есть попытки их объяснить. Уже, естественно, отличный уровень, когда есть не просто фиксация того, что сделано нового, но еще и объяснение, почему это было сделано так, а не иначе. Что при этом произошло в результате и, в общем-то, есть хорошая оценка внутренних таких изменений. Ну, вот, то же самое. Несколько фактов об объекте, какие опыты, скажем, при выполнении самых разных заданий и как это, скажем, педагоги в разных случаях оценивали именно с точки зрения больной системы. Еще раз повторю, каждый предмет имеет совершенно свою уникальную школу. Формулирование вопросов, проблем. Вот часто тоже в практике возникает такой момент, а можно ли оценить вопрос студента? На самом деле и можно, и нужно, потому что в вопросе уже содержится предпосылка базис вопроса, уже есть определенные знания. Аристотель, по-моему, и говорил, что умный вопрос это или хорошо сформулированный вопрос это уже половина знаний. То есть можно проверить предметные знания, выучаясь. А во-вторых, вопрос отражает особенности мышления, каких-то творческих элементов, верхняя часть шкалы. Есть вопросы познавательные, есть вопросы креативные, есть вопросы рефлексивные, есть вообще вопросы информационные, ритуальные, как пройти в 3 часа ночи в библиотеке. Ну, понятно, что такие вопросы не оценивают. Версии ответов гипотезы, рефлексивные осуждения. Ну, еще раз повторю, это некие такие примеры рабочих материалов, которые в каждом конкретном случае могут и должны быть свои. То же самое и здесь. Критериальная шкала для анализа творческих работ обучающихся, критериальная шкала для анализа уровня развития личностных качеств. Это может быть уровень нижний, средний, высокий. Ну и вот, когда мы говорим о занятии, то фактически речь идет о том, что первый этап самый познания объектом для студента своей эвристической деятельности выступает как раз-таки методология вопрошания. Познавая любой объект, причем исходя из своих особенностей, мы задаем вопросы. Задаем вопросы не только себе, мы задаем вопросы не только объекту, преподавателю, но мы, вектор от нас исходит, этот вектор, вектор вопрошания. Информационный подход с точностью и наоборот, традиционный диалог. Есть вопрос преподавателя, заранее передаваемое содержание обучения и ответ студента, который обязательно должен быть ведомым за ведущим вопросом преподавателя. В данном случае как раз-таки и методологически, и методически инициатива принадлежит познанию уже самому студенту. Поэтому мы можем говорить о некоем обратном диалоге или о некоем эвристическом диалоге, который фактически позволяет познавать мир для студента исходя из своих особенностей. если вы брать именно уровень методологии. И вообще в вопросе есть очень много чего. Есть не только знания, есть и рефлексия, есть и творчество степени отклонения, есть эмоциональный контекст, который я знаю на ряде филологических дисциплин как раз-таки служит также и очень серьезной такой критериальной базой для оценки. интонация. Я не хочу сказать, что большой звуток китайского языка, но у китайцев если ты без интонации начнешь что-то произносить, как в романо-германских языках, то, что не поймут. еще хуже неправильный применение. Вот как научить вообще задавать на занятии даже вопросы, ну для этого существует специальный метод или методы, мы с одним из них знакомились, метод Метелиана, ремнеримский оратор, который на основе вопросной матрицы семь типов вопросов позволял составить какую-то определенную цепочку. Сократ тот же самый практиковал очень хорошие вещи, когда предоставлялась возможность задать своему оппоненту, собеседнику такие вопросы, ответы на которые привели бы ему к прямо противоположному мнению относительно исходного мнения. И вот тут-то происходило открытие. Вот я до начала, вот я после начала. Это два разных мнения. И вот это давало целостность, определенную методопременность. Так вот в данном случае что из себя вообще представляет методология научного познания с точки зрения вопрошения? На первом этапе мы всегда задаем вопросы из группы вопросов что? Например, мы выделяем объект из ряда других, описываем свойства этого объекта. Мы этот вопрос задаем применительно к какому-то конкретному содержанию нашей действительности. Дальше мы переходим к нахождению взаимосвязей между выделенными свойствами. То есть как связано один компонент с другим, как связано например ускорение с гравитацией, предположим скорость еще чем-то. А третий этап это уже уровень творческий. Пройдя первый и второй мы можем устанавливать и самостоятельно объяснять те или иные закономерности. И вот аналогично точно так же и в учебном познании есть три таких группы еще раз повторю что как почему это не буквальные вопросы а именно группы вопросов. Каждая из которых дает ответ на фундаментальный такой класс этап познания. Например группа вопросов что мы изучаем вот он объект. И вот здесь как раз таки это самый нижний уровень и роль преподавателя это просто-напросто предоставить возможность познакомиться с некими узловыми элементами стандарта по данной теме. Дальше вопрос как как этот объект описан вообще в культуре. Мы задали вопрос из группы что свое представление составили а каково описание этого объекта в книжных других источников. И третий вопрос отклонения почему мое представление не во всем совпало с культурно-историческим аналогом. Поэтому данная данная триада вопросов что как почему созвучная триада педологии познания она как раз таки является модельной триадой. Еще раз повторю вопрос из группы что не обязательно начинается на именно это слово что. И деятельность как раз таки обучающегося она также может быть подвержена вот этим трем основным этапам. На первом этапе предоставляется возможность исследовать ключевые объекты по теме занятия получить на них ответ. На втором этапе доказать или опровергнуть утверждение которое составил преподаватель очень сложно поначалу потому что надо подумать как это мне будет взять и обосновать свою или иную точку зрения. А третий этап это одновременно и доказать и опровергнуть утверждение. Например скажем приведи самые сильные и самые слабые стороны какого-либо события которые имели место в твоей жизни сегодня. Вот некий пример того как можно посмотреть на вещи с разных сторон. Вот в вопрошании примерно то же самое докажи что например не знаю там все реки текут в таком-то направлении и одновременно опровергнуть это утверждение исходя из имеющихся у себя предметных знаний. Либо же может быть на этом этапе дополнительно предоставлена возможность вообще сформулировать свою какую-то проблему сформулировать свое задание. Ну и вот дальше идет просто здесь технологически описывается подробно я останавливаться не буду на том что определяет деятельность преподавателя что определяет деятельность самого обучающегося. Хочу только подчеркнуть что роль преподавателя кардинально меняется. Это не даватель информации внешнего содержания образования и оценщик приемщик того насколько она эффективно была усвоена а это некий организатор который действует в ситуации неопределенности. Принципиальное отличие от того что есть в том же развивающем обучении Давыдова Конина почему? Потому что в данном случае может быть вопрос задан например любой нужно уметь уйти от провокации нужно уметь выдержать вот эту вот конгу и преподавателю просто нужно иметь элементарный план ведения подобного рода занятия диалогом вот докажите высказывание известного историка географа Два Николаевича Гумилева кризисное состояние нашей цивилизации заключается в геновировании времени как-то холодно может быть кстати это утверждение использовано как для географов может быть использовано как для культурологов но ключевые конструкции вопросов подсказок еще раз смотрю это не сами вопросы это некая скажем такая матрица которая на первых порах может позволить помочь сформулировать свои вопросы обучить постановке вопросов например можно ли считать что активность цивилизации мера ее историчности неразрывно связана со временем подсказка вопроса с группой что тогда справедливо ли будет утверждение что активность сопряженная с незамечанием времени означает то-то и то-то если да то правильным будет утверждение что вопрос из группы почему то есть он уже означает некий такой третий творческий уровень вопрошания вот подобного рода кстати задания они могут иметь место и в учебной литературе и это уже несколько иная учебная литература чем та которая вначале дает информацию а потом приводит в конце перечень вопросов на которые студент должен ответить здесь студент должен сформулировать обратная деятельность павычка то есть кстати есть и юристические учебники и там соотношение традиционных компонентов информационного материала заданий которые направлены на познание объектов действительности задания которые направлены на создание на создание студентам своего собственного содержания образования знания они отличаются причем иногда диаметрально от традиционного учебника и соответственно какие критерии оценивания вообще можно условно разбить виды вопросов на три основные группы в полном соответствии с основными видами деятельности студента это познавательные креативные и аркдеятельностные ну и вот некоторые типы вопросов когнитивные интенсивные вопросы направлены на более глубокое изучение нового материала это может четко оценить это как скажем инструмент для линейка для того чтобы оценить насколько глубоко в вопросе произошло повреждение в тем экстенсивные вопросы они могут выходить за рамки темы и сравнивать с другими темами креативные вопросы они наоборот направлены уже вглубь междисциплинарного знания ну например можно ли утверждать что характер выгасания культуры народа носит инспоненциальный характер это занятие относится больше к гуманитарной или математической скажем направленности может быть и так и это и математику можно изучать через различные виды функциональных зависимостей через материал который выходит за рамки судьбы мотивации вот пример некоторых вопросов которые имеют разную ценность например преподаватель задает у вас какие основные там характеристики алгебраических функций понятен вопрос потом можно ли считать что поведение человека как процесс в самых разных сферах может быть описан с помощью основных алгебраических функций немножко другая ценность вопроса третий вопрос есть ряд алгебраических функций заранее они даются какие а дальше сопоставьте каждую из этих функций с различными видами своей деятельности например обучение определенному предмету подготовка к экзамену поведение с представителем противоположного пула объясните выведенное соответствие и сделайте вывод о том какая зависимость отвечает большинство случаев вашей натуре это уже вопрос который претендует на роль даже задания я это привожу именно по той причине эти вопросы чтобы в общем-то сформировать определенное представление о том что ценность когнитивных креативных вопросов она может быть очень разными и каковы эти вопросы вот пожалуй на этом мы теоретическую монолог можем закончить